добрый день сегодня у нас 3 серия надеюсь что завершающая во всяком случае там осталось относительно немного но давайте все-таки разберемся с тем функционалом который был изначально заявлен задач давайте посмотрим сейчас я вам покажу как это выглядит значит мы с вами остановились на 11 пункте оформить производство 5 штук узлов а01 недостающие заготовки до поставить соответственно вот с этого момента мы с вами и продолжим работу давайте перейдем в производство посмотрим заказы переработчику вот у нас этот заказ у нас идет продукция 5 штук и обратите пожалуйста внимание что у нас вот эти вот пять штук разделена на две строки почему потому что одну строку я не собираюсь возвращать на склад вот эти две штуки обратно не придут они будут сразу списаны на определенную статью расходов которую мы сделали в прошлый раз давайте посмотрим связанные документы так не переключил прошу прощения давайте еще раз покажу значит вот у нас есть заказ переработчику он пока не закрыт он к выполнению это тот заказ который мы сделали на прошлом вебинаре по этому заказу будет выпущено пять штук здесь они разделены на две строки разделена почему три штуки мы вернем назад на ордерный склад а две штуки сразу же будут списаны на статью расходов андрей нам не видно по прежнему не видно нет народ в чате сыпит вам сообщение так давайте тогда не будем торопиться давайте пойдем сложным путем а сейчас видно точно видно я вижу остальные все все слава богу хорошо значит смотрите еще раз вот у нас заказ который был сделан указываем пять штук разделенных разделены они на две строки и для этой строки я указал что у нас будет происходить списание продукции на статью расходов посмотрим отчет по связанным документам как вы видите у нас произошла передача сырья переработчику и теперь давайте мы с вами сделаем документы для завершения этих операций мы что с вами сделаем во первых создадим поступление от переработчика в поступлении от переработчика у нас только одна позиция значит повозвращаем три штуки выберем какую-то серию которую укажем при возврате и еще один одно действие мы делаем отчет переработчика обратите внимание что в отчете у нас опять эти две позиции и для той позиции где две штуки у нас стоит статья расходов списания продукции проводим я пока закрывать не буду так ошибка не указана серия заготовки давайте мы ее поставим выберем и теперь для того чтобы пояснить что произошло давайте я покажу вам движение документа вот у нас в принципе интересует вот этот вот регистр движение номенклатуры дохода-расходы обратите внимание у нас здесь прописалось вот то что нам нужно у нас два узла пошли на статью списание продукцию переработчик так закрою отчет переработчика закрою отчет контекстные и значит закрываю заказ ну принципе он сейчас мне должен закрыть ну вот он закрылся в принципе здесь уже все сделано значит следующий пол который мы должны с вами разобрать так вернуть две штуки а 0 1 списать на расходы это мы сделали на расходы мы списали значит теперь у нас еще есть задача по вот этому возврату трех штук давайте мы вернемся документом по которому мы получили три штуки вот поступление товаров поступление от переработчика и теперь давайте мы с вами предположим что у нас после возврата появилась необходимость в оформлении акта расхождения после поступления что здесь у нас происходит предположим нам поставщик по какой-то причине вернул не три штуки а 4 у нас есть расхождение на единичку что мы с этим расхождением сделаем но мы пойдем простым путем документы не будем оформлять просто говорим ему привез лишнее забирая и и назад ну вот в принципе все все что нужно сделать поэтому возврата в принципе я мог бы пойти более сложным путем я мог пойти путем оформить и вернуть но если бы я пошел таким путем мне пришлось бы оформить определенные дополнительные телодвижения а вот сейчас я это делать не буду и объяснять все те взаимосвязи которые здесь будут работать и вот этот вопрос с оформлением документов какие здесь возможны варианты у нас выносится на отдельный вебинар в принципе он уже запланирован там в конце занятия я думаю можно уже озвучить дату на этом вебинаре мы будем подробно разбирать работу вот с этим документом и разбирать те расхождения которые те возможные пути решения расхождения которые системе предусмотрены как при продажах так и при закупках и при некоторых других операциях в том числе и при вот этой ну а сейчас давайте я просто закрою этот документ значит расхождение мы зафиксировали отработали так что у нас еще остается значит еще у нас есть такая задача как изменение стоимости переработки на самом деле так елена да конечно записи они доступны насколько я помню они есть на ю тубе и на нашем сайте youtube на нашем канале так значит здесь я хочу сказать вам что предположим давайте я вернусь к заказам переработчику значит предположим предположим нам надо изменить стоимость каких-то услуг по переработке на самом деле как вы видите каких-то специфических документов которые позволили бы это изменить здесь нет и в том случае если вы хотите сделать это изменение то самое логичное что тут можно сделать это скорректировать отчет переработчика то есть в том случае если у нас здесь должно стоять не десять тысяч и одиннадцать давайте сделаем это и какая видите корректировка нам здесь вполне удалось ну вот соответствие с тем документом который вы от переработчик получаете вот это вот изменение вы здесь и делаете так вопрос а все ирина спасибо ссылки есть так значит вопрос следующий который у нас остался так значит сейчас мы создадим еще один заказ на переработку давайте для начала посмотрим каково сейчас у нас состояние наших взаимоотношений с переработчиком посмотрим ведомость по товарам хранящихся у переработчика так наверное уже сентября нужно захватить так вот но вы видите что сейчас переработчик нам уже ничего не должен то есть все что мы отдавали он нам все вернул мы как бы начинаем сейчас работать с чистого листа создадим еще один заказ переработчику склад насколько я помню мы ордер на использовали до продукцию узел 0 0 1 5 штук используем для работы заготовку 0 0 1 заготовку 0 0 2 посмотрю ну в общем мы поединить там мы используем значит 5 штук и 5 штук и добавляем услуги по переработке можно было конечно копирование создать простоты услуги переработки услуги упаковки добавляем услуги упаковки добавляем услуги переработки и вот сейчас мы внесем одно маленькое изменение принципе пока то что я делал это все для вас более или менее знакомая вещь да а вот сейчас давайте посмотрим вот сюда мы используем вот эту вот галочку поставить изделие у переработчика и посмотрим что у нас поменяется сделал документ давайте проведем статусе к выполнению до статью калькуляции указали материал укажем так чего еще ровнется то же самое услуги переработчика заказ у нас сделан теперь нам надо передать материалы и работаем значит здесь у нас есть проблема вот мне честно вам скажу мне очень нравится вот это вот новация нас 257 появилась когда показывают сколько есть в наличии и уже сколько можно передать у нас заготовки 002 не хватает поэтому давайте сразу закуплю вот так вот давайте этот скопирую просто так провести закрыть и поскольку у нас склад ордерный давайте сразу же сделаем приемку значит это все не увидим так закрою это наши прихода старая так так тоже и и и и и и и и так вроде бы все есть давайте идем заказ вот теперь у нас все в порядке значит можем заполнить обеспечение поставим к отгрузке грузить парадон отгрузить заполнил серию так 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 давайте проверим все-таки отгрузку так но здесь вот так-то расхождениях еще остался давайте заказом переработчика дадим ордер добрать заготовку 002 так ввести и закрыть статус так и теперь давайте с вами разберемся с отгрузкой вот это укажем вот это что пять штук вот теперь все нормально проведем разберемся с отгрузкой значит вот появилась задача на отгрузку создаем ордер ордер у нас заполнен отгружен и все что нам осталось сделать это вот уже оформить передачу сырье переработчику здесь уже все нормально особо ничего править не надо сырье передано да нам конечно создает сразу извиняюсь у нас необходимость использования ордерного склада создает определенную суету да и определенные непонятки но просто напоминаю что на использование ордерного склада мы пошли потому что изначально хотелось показать использование серий при работе с переработчиком сериями нормально без ордерного склада и поработаешь так сделали и теперь что нам остается давайте сразу сделаем отчет переработчика укажем какую-то серию выпуска проведем отчет переработчиком ну и попробуем этот отчет закрыть как видите он нормально закрылся и теперь у нас никаких там остатков по данному заказу нету он выполнен значит давайте посмотрим что у нас есть по отчету и вы видите что получилось то что и должно получиться у нас есть конечный остаток который мы не забираем назад он остается на хранение о нашего переработчик значит вопрос подскажите пожалуйста заказа давальца в какой части рассматриваются но вот сейчас мы говорим именно по переработчику по заказам давальца это надо делать отдельный вебинар там немножечко другая все таки логика работает и есть свои проблемы кстати говоря вот тема для еще одного вебинара наверное с учетом того что у меня уже два запланировано и я сейчас планирую сделать еще вебинар в 1 2 не было не было значит и я еще планировал сейчас делать вебинар по тем изменениям в производством планирования которые в 259 ну если действительно заказа давальца работа с давальщиким сырьем необходимо давайте сделаем могу этот вебинар в таком общем режиме прочитать вот но не в режиме новации потому что вот здесь я еще раз повторюсь мы тут попробовали новый вариант я пока даже не знаю пошел пошел а вот то есть мы ориентируемся именно на те изменения которые анонсировала 1с так значит что еще давайте мы с вами сделаем так давайте я посмотрю чего собственно мы сделали оформили производство без возврата там значит а теперь мы с вами сделаем следующее замечательно ирина я предвижу слово анонс так значит давайте мы с вами подумаем что мы можем сделать вот с этими пятью штуками пойдем с вами так давайте все лишь и закроем пойдем с вами в журнал документов передачи переработку и смотрите у нас здесь есть вот такой интересный документ выкуп товаров переработчиком давайте мы это сделаем делаем переработчика так организацию на сори он там было да и товары и давайте мы с вами посмотрим так добрать товары так 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 дайте я уточню все-таки номенклатура серии так давайте вернемся к документам заполнить подобрать товар от mc серии по нет не выбран склад выбран склад значит но вот здесь сожалению программа нам не хочет показывать остатки насколько я понимаю склад тут не предусмотрен ну давайте попробуем заполнить вручную не совсем то что хотелось предположим две штуки будет выкупать указать серии выбор за какую-то цену произвольно поставим скажем за тысяч ну давайте попробуем ну вы видите что программ не ругнулась то есть вот это вот количество она реально нам дала выкупить проверим опять ситуацию по ведомости осталось три штуки эти три штуки мы можем с вами вернуть назад в принципе мы это можем сделать и вне заказа давайте попробуем поступление от переработчика и указываем серии вот эту вот серию и укажу все вроде оформил провести закрыть ну как бы все нормально значит контролируем по документам по отчету 3 штуки вернули 3 штуки вернули значит хочу особое внимание ваше обратить на то что вот сейчас мы с вами оперировали документом документом не связанным заказ я вам напоминаю что заказ он конечно позволяет очень много упростить в работе как вы видели многие документы в этом случае оформляются автоматически но это не является обязательным требованием и документы передачи в переработку весь вот этот вот спектр который вы здесь видите передача возврат поступление отчет если необходимо оформление счета фактуры списание выкуп порча пересорчи то что мы разбирали на предыдущих вебинарах вы можете оформлять и без заказа просто на основании тех документов которые вы получаете от переработчика не всегда на производстве идет вот такая жесткая привязка к заказу передал получил назад иногда там идет какой-то нескончаемый поток материалов которые туда отправляются возврата готовой продукции какие-то отчеты делаются ну в лучшем случае вот готовая продукция с отчетами как-то коррелируется более того а вот но и тут в общем то нужно не столько жесткая привязка к конкретным заказам сколько возможность сбалансировать эти потоки и по итогам когда все документы будут видны понимать кто кому сколько должен после всех вот этих вот пертурбаций значит чего еще я хотел вам показать наверное это уже будет последняя операция которую мы с вами посмотрим выкуп возврат я сделал значит мы сейчас с вами сделаем что во первых я оформлю порчу одного узла а01 я оформлю порчу вот этого самого одного узла а01 давайте мы с вами сначала посмотрим на номенклатуру посмотрим на номенклатуру узел а01 значит напоминаю вам что довольно не всегда удобная вещь у нас есть в 1с для того чтобы создать товар другого качества мы давайте по-другому это сделаю я скопирую и напишу что это узел а01 брак так и качество ограничено годин запишем и укажем товара другого качества другого качества показать далее теперь вот здесь я как раз это связка вот то есть для того чтобы мы могли учитывать готовую продукцию нам нужно создать еще одну номенклатурную позицию с другим значением качество вот это не всегда удобно значит очень многие клиенты заказчики требуют чтобы качество это было вот таким разрезом учета здесь это так давайте мы с вами сейчас оформим порчу так давайте я все таки проверю 20 ордера я помог бы были какие-то незавершенные операции и будем оставлять хвосты так и проверим приемку проверим это то наше поступление товаров так фиксируем порчу это порчу происходит у нас на складе внутренние товародвижение создать создаем порчу товаров с оприходованием по себестоимости себестоимость мы с вами менять не будем склад ордерные статья расходов доходов нам не нужно мы будем приходить по себестоимости списания исходную узел а01 испорченные узел а01 брак и у нас так серия у нас будет 1 но мы везде одну и используем количество 1 штука вот одну штуку бракованную мы с вами сейчас и зафиксируем провести закрыть и давайте давайте мы с вами проверим мы с вами проверим на всякий случай нужно нужно ли нам сделать ордер еще данной ситуации нет пока не требует так значит давайте тогда сейчас на всякий случай проверим все чтобы потом не мучиться нет вроде бы нет так и теперь давайте мы с вами сделаем вот что я снова возвращаюсь к заказу на производство виноват заказу переработчику создаю новый заказ переработчику и начинаю его заполнять в заказе все будет по-прежнему показываю ордерный склад продукция узел а 001 а вот материалы для переработки я использую немножечко другой узел а 001 брак количество 1 услуги по переработке услуги по переработке количество одна штука и обращаю внимание и сцену я ставлю нулевую так количество не указал здесь 1 значит статью калькуляции несколько бессмысленно и здесь указывать ну скажем есть материалы основные так значит нажимаем к выполнению и обращаю внимание что программа не подсказывает доступного у меня ничего нету ну в принципе проверить все ли нормально проще всего на по отчету очень удобному который существует вот специально для ордерных складов это контроль оформления документов товара движения давайте посмотрим что он нам покажет ну и вот смотрите значит у нас еще какой-то складской акт не оформлен для отражения недостаточно это видимо старая а вот ну давайте попробуем так помощник оформления складских актов период сентября так вот сейчас еще давайте посмотрим начало так вот начало следующего дня он может не попасть а нет все попало так и и есть 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 вроде бы все нормально да давайте попробуем вроде бы все сделали давайте проверим по заказу закроем откроем отказы переработчик вот видите после того как я ордер на отражение порча оформил здесь у меня все появилось в принципе вот ради интереса я еще раз могу смотреть но видите здесь только старый какой-то остался я не стал идти вот через эту ссылку потому что она там запустила отдельное рабочее место она вроде бы как хорошо сейчас этим заниматься не хочется так значит можно поставить здесь статус отгрузить действие отгрузить соответственно указать серию указали серию перепроводим заказ переработчику теперь что нам остается надо оформить отгрузку для этого напоминаю сначала придется создать ордера создаю ордер отгрузить отгружаем бракованный узел отгрузили возвращаемся в заказ переработчика теперь можно сделать передать в сырья все нормально теперь можно сделать поступление от переработчика тоже вроде все нормально на серию надо указать используем ту же самую открылки на руках снова открою так сделали и значит последнее что можно сделать отчет переработчика материалы продукция услуги провести закрыть и закрываем заказ напоминаю что у нас еще остается необходимость оформить приход по складу создать ордер приемные приходные значит получаем место бракованного нормально нормальный узел а 01 напоминаю напоминаю вам что документ переработчика вот что вот этот последний отчет переработчика у нас бесплатно то есть даром бесплатный ремонт вот таким образом тоже можно отразить вот ну вот как бы наверное время у нас подходит концу у нас там буквально 5-7 минут осталось какие-то вопросы возникли у вас по демонстрированному функционалу и значит у меня вопрос к вам вот тот формат который был сейчас на трех вебинарах опробовали насколько он интересен то есть принципе если скажем вот таком режиме интересно работать я видимо продолжу вот так вот отрабатывать те новации которые у 1с прилетают и делать ну вот такое прорешивание задач по новому функционалу насколько интересен такой формат работы елена спасибо за интерес я думаю вас включится соответствующий список рассылки вообще рассылаем мы достаточно обильно и я попрошу вот это вот сквозную задачу которая у нас растянулась на три серии тоже выложить чтобы вы могли задачу смотреть и подглядывать видео как это делается системе все тогда до свидания